Привет, друзья! Катаюсь по городу. Единственное, что могу сейчас для вас сделать, это вас покатать по городу. Вы знаете, сейчас хочу вам рассказать такую информацию, но она будет, наверное, без комментариев. Просто расскажу. Потому что уже все эти страсти, которые нагоняют на нас, все, кому не лень, и, казалось бы, не хочется в это верить. Ну, в общем, вот, рассказываю вам. Я вам рассказывала уже про здесь здравоохранение. Оно называется NHS. NHS, аббревиатура. английские слова государственное здравоохранение Великобритании. И получается, что сейчас почему-то именно на нашем острове Уайт. Хотя, как вы знаете, наш остров, он же очень малонаселенный. И, в основном, это, знаете, место отдыха. Людей очень мало. В основном здесь живут уже люди, которые вышли на пенсию. То есть, понимаете, очень красивое место, замечательное. Ну, в основном, вот такие вот пенсионного возраста и старше. Так что, всего здесь население около 140 тысяч по последней переписи, по-моему, как-то так на острове нашем. И что вы думаете? С 5 мая правительство Великобритании решило ввести здесь у нас именно на острове Уайт. Объяснить для себя говорю уже не могу, почему они выбрали Уайт. Чтобы провести цифровизацию, которая у них называется уже NHS X. X это фамилия начинается с этой буквы фамилия человека, который вот разработал ровно год назад в мае 2019 года. Как это будет выглядеть? Ничего никто не объяснял. Самое интересное, что Борис Джонсон там говорил про какие-то 5 шагов, что вы должны опять оставаться дома, защищать их NHS и сейчас еще значит добавили что вы должны полностью обеспечить себя кредствами индивидуальной защиты. Ну в общем вот это все они нам рассказывают, что мы должны продолжать дома сидеть, что у нас вроде бы как мы уже здесь вышли на плато, почему вдруг именно на острове Уайт они решили провести вот эту цифровизацию. друзья, вы знаете, как-то как-то не хочется нагнетать, но для меня вот эта история она как-то мне страшно не понравилась. Скажите мне пожалуйста, во-первых, зачем вдруг сейчас, когда нужно все силы бросить на то, чтобы побороть этот коронавирус, чтобы как-то я не знаю там деньги эти направить на то, чтобы закупить маски, закупить там что-то для тех же врачей. Вот вы знаете, вы же наверное знаете, что здесь ведь тоже в Англии нет масок, уже тоже многие об этом говорят и возмущаются, масок никаких нет, средств индивидуальной защиты не хватает, и тем не менее, они сейчас будут вбухивать деньги для того, чтобы провести цифровизацию. Это первая странность для меня здесь. Вторая странность это то, что почему именно они выбрали для этого остров Уайт. Мне непонятно абсолютно. Скажите мне пожалуйста, вот как может так получиться, что самый далеко удаленный, самый мелконаселенный, нисколько не знаете, нет тут какой-то молодежи, нет какой-то движухи тут, чтобы здесь проводить вдруг цифровизацию. То есть вот, ой, сказала без комментариев, но вот наверное так и не буду комментарии проводить, но вообще меня это очень неприятно сейчас взбудоражило. Что вы по этому поводу думаете, потому что меня смотрят много разумных здравомыслящих людей. И вот понимаете, то, что вроде бы как нас пугают этим чипированием, понимаете ли, но мы не верим этому всему. И вот какие-то вот такие вот странные подвижки, понимаете, они меня просто повергли в шок. Не знаю пока, друзья, как это будет выглядеть, что это, как будет это проводиться в жизни. Как единственное, как они это объясняют, что они вот говорю, хотят сейчас вот таким образом узнать, как распространяется этот вирус ковид. Вот они все сейчас на вирус скидывают все, чтобы не было все вирус. Вот у них сейчас большой интерес не вылечить людей, не помочь людям в госпиталях и в домах престарелых, в которых проблемы очень большие, а они хотят узнать, вот они пишут, да, как распространяется этот вирус. Но если у нас на острове вирусом там заболели всего лишь навсего 50 с чем-то человек на сегодняшний день из 140 тысяч, то вообще зачем это проводить здесь. В общем, я не знаю. Я вас ввела в курс дела. Я буду рассказывать вам, как они будут проводить это все. Надо быть очень осторожными всем. Вот когда я разговаривала со своими знакомыми, они говорят, что ну так правильно, что остров у вас уже ты же сама сказала, что живут пожилые, они не особенно осведомлены о том, что в мире происходит. Так они даже знаете в большом количестве даже они и мобильниками не очень пользуются. Ну вот вспомните своих бабушек, я не знаю, своих престарелых родителей, у кого есть, они не очень хотят заниматься вот этим вот, чтобы изучать эти новые айфоны, айпады. Очень мало людей, которые этим действительно заинтересованы, которые компьютеры осваивают после 60 лет, а многие нет, и тогда зачем эта цифровизация, если люди сами себя не могут никак занести в эту базу данных, и никак не могут пользоваться этой базой данных. Объясните мне, пожалуйста, зачем, для какой цели. Ну вот, друзья, вот так. Я уже сказала без комментариев, но все равно начала комментировать, но не буду. Вообще очень неприятная ситуация, просто нагнетание какое-то, все хуже, хуже и хуже. И интересно то, что, может быть, я плохо со своим английским все это проследила, как говорится, может быть, я не все услышала, но то, что я видела и слышала, ни Борис Джонсон, никто больше и там из журналистов, которые освещают события. Ничего нам не объяснили. Вот так. Понимаете? Обратите внимание, я вот еду сейчас с вами, я проехала по городу, теперь вот выехала на большую Мэнроуд, сейчас поеду гулять. Так вот, посмотрите, сколько уже машин. Людям надоело сидеть дома. Все, терпение заканчивается, абсолютно непонятно, что-то такое лучше стало или хуже, по статистике ничего не поймешь. Вот, поэтому раньше людей было вообще ни единой души, а сейчас очень много машин появилось, очень много появилось, ну, как очень много, ну, достаточно много появилось людей на улицах, которые гуляют не только с собачками, а просто гуляют. Вот, понимаете, уже с 24 марта, сегодня у нас 6 мая, то есть полтора месяца никто не выдержит в заточении. И если бы еще людей прибодрили тем, что приободрили тем, что сказали бы, да, вы знаете, вот вы сейчас на этом карантине и получается, что на самом деле это все пошло на спад и все так прекрасно удивительно, но не знаю, кто говорит, что на спад пошло, кто говорит, что нет, выздоровевших там все равно всего 400 человек, а умерших порядка уже 25 тысяч, по-моему, я не знаю, я уже не слежу за этими данными, не хочу забивать себе голову. Вот, друзья, ну, а я приехала на этом мое видео с вами заканчивается, моя короткая беседа. Берегите себя, не верьте слухам, но, как говорится, проверяйте, пожалуйста, все, не давайте себя обмануть никому, ни одним, ни другим информациям сразу верить нельзя. Все вы это прекрасно знаете. Главное, сами себя берегите и включайте голову. А на этом пока-пока. пока-пока. Пока-пока.